Ты решил, что ну вот, я беру минимум и иду работать. Ты сейчас работаешь непосредственно вот в Гарварде. Нельзя сравнить, например, с простым колледжем, потому что это Гарвард, и здесь к тому же платят хорошо. Типичный твой день. Заезжаю в Starbucks или еще куда-то, покупаю кофе, открываю ноутбук. Есть ли какая-то специализация у стартапов здесь? Ты не задумываешься о том, чтобы, может быть, переехать в другой штат? Почему ты ищешь контент на русском языке? Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog. И в Бостон, в Гарвардский университет, рядом со мной работник этого университета. Он провел для нас экскурсию, и вы сегодня увидите, как выглядит Гарвардский университет. Нам, правда, не очень повезло с погодой, но повезло с собеседником. Он расскажет нам о том, как ему работать и чем он занимается. Более того, на самом деле, на моем канале всегда были разработчики, программисты в сфере именно софтвер. Но ты не только занимаешься софтвером. Давай к этому мы перейдем чуть позже, в ходе разговора. Расскажи, как ты оказался в Америке? Я знаю, что ты оказался очень рано здесь. Да, я оказался, практически я уже здесь вырос, и я переехал сюда со своей семьей, с родителями, то я здесь учился, в школу ходил, и здесь заканчивал уже колледж. Ты заканчивал компьютер сайенс, да? Да, компьютер секьюрити это был мой мейджор. Я заканчивал на ассоциатс дегре, это как бы самое very basic, это начинальное, но оно мне дало то, что мне надо было образование для того, чтобы пойти дальше. И потом уже я что заметил, что когда я начал работать, там уже фигурировало не настолько само education, знание наук, какой у тебя дегре, какой у тебя диплом, а там фигурировало просто, какой у тебя есть experience, с чем ты работал, с чем ты сталкивался, какой у тебя уже есть опыт работы. И этот опыт работы, он мне открывает дальше двери в другую компанию пойти и повышает дальше должность. Ну вот ассоциат дегре, это два года колледжа. Да, это очень просто, это самое первое, что можно получить, это дегре ассоциатс, это два года простого колледжа. Как бы, да, до этого у меня была немножко подготовка с high school, а high school это у нас как бы, как на русском будет. Ну, как старший класс. Старший класс, да, там я уже начинал брать, были предметы по IT-сфере, там уже у нас было Cisco Networking, и как бы я уже тогда проходил Cisco Netacad, называется, академия Cisco, где мы работали на Cisco Switches, Cisco Servers, и этот самый, я оттуда уже, как бы, я дальше двигался, потому что я посмотрел, что мне оно легко давалось, оно мне понравилось, и я дальше начал в этом продвигаться. Что нужно для того, чтобы выступить в местный колледж? Самое первое, что нужно для того, чтобы поступить, это надо иметь или GED, это что ты закончил старшую школу типа off-site, можно сделать, или ты ходил здесь в школу, high school называется, ты прошел high school, у тебя есть degrees high school, что ты закончил 12 классов, как бы элементарно, а потом ты поступаешь. Естественно, первое время ты должен сдать экзамены, что у тебя есть уровень математики, уровень английского, а потом уже они тебя смотрят, если тебе нажат дополнительно, или ты сразу можешь идти на программу. Да, но ты, в принципе, в колледже тоже можешь взять какие-то классы математики, правильно? Да, можно взять дополнительные классы математики. Самое интересное, что в колледж я ходил, первые, это самое, полтора года было очень легко, оно очень легко и шло, очень легко давалось, но я заметил, что последний семестр это был самый трудный. Тогда мы и делали компьютер секьюрити, уже полностью мы делали pen-тестинг, и там уже надо было просто хорошо понимать и знать. Мы уже там тоже брали Java, были C-sharp, это очень элементарный, very basic мы брали, но последний семестр это самый был сложный семестр. А почему он был самый сложный? Что вы изучали? Потому что, как бы, я не знаю, мы изучали, как я говорю, мы уже делали, надо было знать теорию для того, чтобы делать pen-тест, надо знать теорию, когда мы это уже делали, и брать курсы такие, как Java и C-sharp, если ты никогда не касался программинга, то это, конечно, было бы трудно. Но я уже до этого немножко игрался с этим, я видел, и поэтому мне было легче. Ну вот твой путь в профессию, не считая школы, он начался таким достаточно, я бы сказала, практическим путем, в плане того, что ты не стал там поступать в какие-то невероятные престижные университеты, работать параллельно, а ты решил, что, ну вот, я беру минимум и иду работать. Конечно. Это профессия эта. Но у меня вопрос такой, вот у тебя сейчас еще нет детей, да? Но, допустим, у тебя они там будут, как ты смотришь вот на образование? Будешь ли ты стараться им дать или их мотивировать, получить такое образование, как в Гарварде и там MIT, и почему, если да? Конечно, потому что мы находимся в штате Массачусетс, где самое первое здесь ценится, это учеба, это знание, отсюда оно ценится. Даже если отсюда получить знание, переехать в Северные Штаты, здесь, конечно, оно будет больше цениться. И поэтому я, конечно, бы, если у меня были бы сейчас дети, я бы их наставлял, что нужно учиться лучше и нужно попасть в эти вот эти школы, как они здесь называют Ivy League School, потому что попадая туда, у тебя что получается? У тебя не только уровень будет выше, но у тебя будет престиж, престиж, потому что ты попал в хорошую школу, и потом у тебя еще есть связи. С этими связями, которые как раз, они начинаются отсюда, в этих школах, уже дальше тоже есть большой шанс, что можно попасть где-то выше. То есть ты просто кидаешь клич среди своих, там, не знаю, бывших одноклассников, и они тебе помогают с работой, если ты там как-то... Абсолютно так. Какая разница между стоимостью университетского образования, в смысле четырехгодичного вот этого, и образование в колледже? Сильная разница в цене? Очень большая разница в цене, потому что пройти этот самый, сам degree associates в простом колледже, это зависит опять-таки, если у вас есть scholarship, если у вас financial aid, как бы у меня не было ни scholarship, ни financial aid. Я учился за свой счет, и я это делал, потому что через... Когда я закончил high school, я сразу же смог найти работу в IT-сфере, я уже работал там утром. Ходил я в колледж, это было ночью после работы, и я смог обеспечать за это самое все пейменты, платить, я смог с этой же работы. Как бы для меня, я тогда подсчитал где-то 25 тысяч, я думаю, стоило полностью обучение со всеми делами. За два года в колледже, здесь, в Массачусетсе. После того, как ты закончил колледж, какой путь? Вот ты пошел сразу учиться, работать? Да, я сначала пошел работать, я пошел работать в IT-сферу, это было для города, и в городе очень много компьютеров, серверов, и это самое разного интерфейса было, с чем я работал. И как бы я работал, оно бы поначалу было бы неплохо, потому что это все равно ты уже зарабатываешь больше, чем просто идти на любую работу, но я что заметил, то, что эта работа была не для меня, так как ты сидишь в основном в одном офисе все время перед компьютером, потому что много работы, которую мы делали, это было remote, как бы меня звонили, у нас такая-такая-то проблема, я говорю, окей, давай мне свой компьютерный им, я захожу через remote desktop, я начинаю смотреть и решать проблему там. Это было very basic help desk, как называют здесь, как бы найти проблему и решить ее, можно очень часто было remote доступом. И почему ты решил сменить работу? Ну, то есть это просто потому, что тебе было скучно, а вот эта офисная или там... Да, офисная атмосфера, она как бы не для всех тоже, потому что ты вокруг тех же людей каждый день, ну и тоже местность, поэтому я начал уже искать немножко другую работу, которая бы позволяла бы мне, чтобы я не был этот самый только на одном месте, и я уже общался с людьми разными, чтобы не было одно и то же. И я так начал смотреть, и мне попалась opportunity, возможность перейти на другую работу, которая была вообще совершенно другая сфера. Как бы мне сначала сказали поначалу, у тебя будет работа в основном серверов, будешь делать server maintenance, будешь смотреть там за проблемами, решать, если там high resources, смотреть, что надо сделать для этого. Как бы в основном это было бы server job, но я начал это делать, и они говорят, ну давай попробуй еще дальше, как бы, может ты себя проявишь в программировании контроллеров, которые дальше уже делают building management, и в это я начал больше и больше углубляться, у меня оно начало получаться, потому что мне понравилось то, что теперь, как бы это, да, это IT-работа, это IT-сфера, но ты уже работаешь не только с компьютерами, ты еще работаешь с руками. Уже там все равно надо проверить проводку, чтобы было правильно подключено, и уже дальше ты программируешь этот же контроллер, но что это позволяет? Это позволяет для того, чтобы у тебя было каждый раз, у тебя был новый job, а новый job это все равно другие люди, это другое здание, и как бы у тебя все время работа, она разная, и в основном я занимаюсь trouble shooting, он как бы звонит и говорит, там проблема такая-то, такая-то, я приезжаю, и я уже общаюсь и смотрю, как бы мне самый тот самый путь trouble shooting, он мне нравится, потому что у тебя есть проблема, ее надо решить, и вот ты думаешь уже, включаешь мозг, как ее решить, и в то же время ты работаешь с людьми. Да, это интересно, на самом деле мне казалось, что программисты часто не любят работать с людьми, но оказывается ты... Ну, как говорят, я когда только начал в программировании это самое учиться, у меня один сказал, мне нравится программирование, я его спрашиваю, почему он говорит, потому что компьютер мне никогда не будет это самое отвечать, если я ему сказал, он делает, если я неправильно сказал, он не делает, поэтому это тоже. Ну да, что касается технологий, которые ты используешь в своей работе, расскажи об этом подробнее. Технологии в каком смысле? Ну, я не знаю, чем, когда ты программируешь, вот ты искал контроллеры, ты используешь какой-то язык программирования? У нас как бы каждая компания, которая выпускает свой бренд, свой контроллер, у них будет, конечно, своя же этот самая language, свой же язык программирования. Самое простое это logic blocks, где там уже у тебя очень простые блоки, которые будут иметь там математику, аритметику, и ты как бы вставляешь, и это вот оно будет считать. Ну, там оно very simple, это все простое, там все можно видеть и следить, потом, как бы я еще работаю на других брендах, которые используют, у них свой язык, этот язык называется PPCL, PPCL очень похоже на C-Sharp, то как бы оно, как бы я сразу вспомнил, когда я в колледже брал C-Sharp, потому что предметы, они очень-очень похожи, и там начинаешь с Define Statement, и уже дальше пошел там, если этот point, например, такой-то или такой-то, если он выключен, и включены Honor, App, Zero, One, и уже решай дальше, там или это считать, или то считать, то оно очень похоже. И для меня, как бы я сразу прыгнул и посмотрел, что оно почти идентично. Ты сейчас работаешь непосредственно вот в Гарварде, да? Да. Расскажи о том, как здесь устроено, вообще, самый большой такой вопрос, который возникает обычно у людей с русским менталитетом, что университеты, это те места, в которых не заработаешь приличных денег, и особенно, наверное, каких-то интересных проектов не бывает. Расскажи, вот как в Америке с этим? Ну, это, конечно, не так все, потому что Гарвард, это очень, во-первых, считается престижная школа, и здесь, конечно, будут платить также престижные этот самый заработки, и здесь можно хорошо зарабатывать, даже простой повар здесь неплохо зарабатывает для нашей эрии. Это смешно, но оно так и есть, и как бы мне нравится само по себе находиться в Гарварде, здесь всегда очень умные люди, это тоже нельзя сравнить, например, с простым колледжем, потому что это Гарвард, и здесь к тому же платят хорошо, поэтому я здесь остаюсь, и сам по себе все слышат Гарвард, они думают, что это маленькая школа, но это очень большая школа, которая в основном она чем превышается? Она превышается, это самая медицина, здесь хорошая школа по медицине, по ЛА, для адвокатов, это ЛА-скул, у нас рядом здесь находится. Компьютер не так сильно, но все равно он здесь существует, и отсюда, если люди видят, что он нехорошо, они могут также в MIT перейти, которые находятся через пару кварталов отсюда. Типичный твой день? Какой он? От того, как ты проснулся, пришел на работу или не пришел, не знаю. Мой день, как бы, многие смотрят из моих друзей, они говорят, ну у тебя вообще работа мечты, ну, когда как, бывает, да, но так и бывает, потому что я начинаю даже свою работу, как я просыпаюсь утром, еду на работу, первое недело я заезжаю в Starbucks или еще куда-то, покупаю кофе, прям там, я начинаю смотреть свои имейлы, свою этот самую почту смотрю, ага, так, у меня есть работа там, 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 я начинаю звонить, я приезжаю, например, на объект, где уже есть какая-то проблема, я уже начинаю решать, я разговариваю с людьми там, я начинаю решать, как бы, многие думают, что этот самый, это как умный дом, ну, это совершенно не так, потому что, к тому же, в моей же сфере нужно также немножко знать о mechanical, а это, это сам механические, этот самый, девайсы, не девайсы, юниты, которые как раз и обеспечают здание, потому что мы заходим в большое здание, например, там 50 этажей, мы не знаем, как оно работает, потому что мы в этой, никогда не сталкивались с этими проблемами, которые сталкиваются я, а там на каждом этаже будет специальный юнит, это большой квадрат, в нем будет этот самый фен стоять, мотор, который крутит, вентилятор, и там уже дальше идет уже хит, это наша, это самое, то, что обогревает, или то, что делает, наоборот, воздух холодным, это все нужно программировать, потому что это везде будет считать, оно будет смотреть на какой воздух оно сегодня, сейчас этот самый, например, выходит из этого юнита, он горячий, он теплый, и что там надо, как бы, и дальше можно углубляться даже еще больше, потому что очень много лабораторий находится в Бостоне, а лаборатории, в них очень сложно работать, потому что лаборатория, воздух должен быть чистый, он должен каждый раз меняться, и там нельзя, чтобы там скачки были с температурами в лабораториях, потому что от этого их не как бы, то, что они там делают эти вот разработки, влияет на температуру также и мы за этим должны следить поэтому в индустрии как бы надо больше в этот самый углубляться и вы увидите что там очень много чего но опять таки это все раньше работал через нам воздух через один раз делаем работает сегодня же нет сегодня это больше и больше растет и переходит на компьютеры как бы даже с телефона уже можно выходить и смотреть как у меня работает мое большое здание которое там будет 20 50 этажей допустим и мы уже смотрим как бы ну на этом этаже такие температуры на этом такие и что что почему ну или холодно или тепло мы смотрим дальше как бы именно это я и программирую а сколько длится твой рабочий день говорят американцы очень много работают да в америке как бы люди они много работают у меня все зависит от работы как бы я обычно мне день от 7 до 2 7 до 3 когда как и бывает да что нужно дольше остаться закончить проблему но в америке сами по себе американцы они трудолюбивые я бы сказал бы они больше работают и у нас как бы отпуск у нас нельзя просто таки сид ты работаешь взять раз в месяц офф только если хорошая компания работаешь тебе разрешают на это разрешение так у нас обычно у большой компании как я где работаю у нас две недели дается так что для меня остальные недели я везде работаю сейчас действительно есть дефицит среди разработчиков именно в software вот программистов которые работают в такой сфере как ты расскажи об этой сфере то есть насколько она конкурентная насколько легко найти там работу насколько она перспективная на твой взгляд как бы многие говорят что сейчас из-за того что люди которые с азии с индии они сильно начали стремиться к идти программирование как бы она задавит рынок но я смотрю время проходит но все равно в этой работе можно найти работу как бы у меня есть друг он недавно закончил колледж по программированию он сразу же нашел работу software инженер здесь через два города отсюда как бы я считаю что все равно к этому можно найти если вы видите что вы учитесь и она вам легко дается вам нравится она то конечно надо просто двигаться дальше и можно все равно найти работу но особенного отличия между просто software и вот тем чем ты занимаешься нельзя отметить но в плане конкуренции конкуренции но чисто в моей нише работы building management там конечно очень мало людей этим занимается и поэтому мне как бы легче бы найти работу других местах потому что когда меньше людей конечно люди уже будет больше искать поэтому я получаю очень много каждую неделю я получаю несколько заявок в linkedin от рекрутеров которые ищут рабочего в этой сфере как бы ну опять таки это не для всех если попробовать и вам понравится building management то можно двигаться дальше чисто потому что там как бы ты программируешь да но тебе не нужно иметь там высокий уровень где-то должен знать SQL database и так далее как бы это хорошо но в этой работе она не так часто пригодится как в других то все равно можно найти работу а насколько близка индустрия вот то и того чем ты занимаешься к умным домам это вот насколько но можно переходить из первого взгляда можно сказать что это то же самое многие так ошибаются что не одну умный дом умный building одно и тоже но они забывают то что дом он все равно маленький работать коммерческой индустрии к тому же конечно будут цены другие и там уже будет софт другой и продукция будет другая как бы умный дом можно начинать с простых термостатов этот наш термостат который нас очень популярны все его ставят как бы в камеры коммерческой индустрии вы такого не найдете там уже конечно надо будет другой уровень у тебя интересная такая индустрия и мне хочется узнать как ее достаточно быстро освоить вот может быть ты уже пройдя какой-то путь можешь сказать там не знаю какие классы взять или как и что какие технологии изучить чтобы быстро влиться например вот представим ситуацию почему говорю потому что достаточно часто люди переезжают в например в долину или они просто с нуля до переезжают из других сфер и берут какие-нибудь ходят в школы кей или например это часто бывает такая ситуация жены программистов они осваивают кей потому что платят неплохо но часто найти работу в этой сфере достаточно сложно потому что вроде бы как быстрый вход легкий но конкуренция очень большая вот если человек с каким-то минимальным таким пониманием да вот этой индустрии вот как ему перейти легко в ту индустрию в которой ты работаешь вот что интересно как бы я когда учился даже колледж я часто слышал еще есть такая дыгры как выбрал артс и для меня было странно что такое выбрал артс а выбрал артс это практически ты ходишь на курсы которые очень и милитарные очень простые но в конце ты получаешь все равно дыгры двухгодичный на к примеру что у тебя есть выбрал артс дыгры даже это открывает очень многие двери чисто в разные сферы которые даже не ничего и не имеет с компьютерами общего потому что в эту мою индустрию также можно попасть если тебя есть выбрал артс дыгры хотя бы что-то два года отходил в колледж и ты уже имеешь дыгры на руках тебя может взять компания начнут тебя проверять если ты им нравится они будут твои это самообучение платить за это и будете посылать как меня часто послали командировки 1 месяц чикаго я ездил туда по неделе и сидел там в гостинице и утром я ходил их не же университет которая компания держит и я у них проходил все этот самый начальные классы как как это самое все все это работает я оттуда начал изучать также я не могу сказать что вот если ты никогда не учился на компьютере сегодня ты решил идти нужно полностью идти переучиться нет потому что в моей сфере же бывает часто что за тебя компания может платить если у тебя хотя бы есть то что ты уже прошел колледж как бы колледж для америка это это очень важно иметь хотя бы что ты отходил два года у тебя может быть не в компьютерной сфере но если хотя бы с чем-то рядом связано то в мою индустрию ты можешь все равно пройти пройти что касается твоих планов на карьеру вот как как дальше ты себя видишь не такой прям там следующий год а вот через 10 лет как ты видишь как развивается карьера ну моя карьера сейчас как бы я не могу жаловаться потому что я получаю достаточно хорошие сегодня сауэр этот самое имени она на все хватает мне нравится моя работа тем что я занимаюсь в основном шабл шуринг это решение проблем и уже я достаточно проработаю поработал уже почти семь лет в этой сфере и я достаточно уже много знаю в этой сфере я не новенький к этому и мне как бы она легче дается теперь мне предлагают очень часто в linkedin где соц сетях для работы чисто работу в разных штатах потому что у меня они посмотрели на мой профайл у меня уже есть опыт работы я уже проработал в несколько больших крупных компаниях которые этим же занимаются и мне уже как бы открываются дороги дальше мне часто приходят там в халифорнию в техас чикаго эти вот где растут сейчас как раз тем что я занимаюсь а я занимаюсь основном building менеджментом тогда вот работу всегда можно найти будет так что я бы я считаю что если человек он любит айти сферу но он не любит этот этот самый офисные обстоятельства он может к этому идти потому что здесь у тебя будет всегда другая обстановка другие проблемы и она для меня интересно я уверен что другим тоже будет интересно это на самом деле есть такое очень ну вообще америка понятно многих русскоязычных программистов это такая . в которой они бы хотели попробовать свои силы но пожалуй вот кроме нью-йорка и может быть вернее самое первое место которым они думают это конечно же кремниевая долина там сан-франциско потом нью-йорк и сиэток другие города как-то не очень условно говоря распиарены расскажи о бостоне больше стоит ли сюда переезжать если ты разработчик конечно стоит потому что очень многие даже русских язычных людей я здесь встречаю потому что я думаю может даже ошибка из то что люди не знают что такое босса и где он находится босса находится рядом с нью-йорком и здесь тоже как бы америка вообще-то сама по себе она начиналась с этого штата из массачусетса не так далеко отсюда у нас есть город племет куда пилигрим и и приехали здесь все равно многие русские так и поступают сюда приезжают и они здесь нормально устраиваются и живут и работу найти здесь в эти индустрии это очень легко я раньше даже просто выходил на search на job search чтобы такие сайты как monster.com indeed.com и последнее время что я заметил что LinkedIn очень сильно развита для поисков работы и я так вот используя LinkedIn как раз и нашел последние две работы где я проработал через рекрутеров LinkedIn потому что сегодня найти рабочего которая имеет знания трудно и компания не будет искать сама она может поставить заявку что есть такая-то работа можно на нее подать но люди мало сегодня этот самый на это реагирует поэтому они и находят рекрутеров которые чисто будут смотреть на этих LinkedIn сетях есть такой-то человек у него такой-то есть experience он нам подходит и они ему уже присылают заинтересован ли ты пройти это самое интервью и может перейдешь на эту работу и чисто меня на этом как раз и нашли на LinkedIn но твои родители переехали сюда они там говорят по-русски ты говоришь по-русски наверняка ты понимаешь насколько большое здесь русскоязычная комьюнити много ли здесь русских живет здесь очень много русских это очень часто мы даже в Гарварде сегодня ходили и я заметил что нас даже слушают и видят что мы русские и они сразу реагируют на это также русских они везде вы их везде найдете в Америке я так сказал бы потому что даже в Чикаго где я находился последний год там очень много русских людей везде они есть ты вообще вырос в этом штате фактически да в Массачусетсе я вырос ну и Бостон всегда был рядом и ты фактически представители этого города и наверняка много знаешь о самом университете расскажи вот насколько Бостон комфортен для жизни не знаю как здесь развита IT для жизни непосредственно разработчика да программиста а насколько здесь развита эта индустрия насколько с точки зрения не просто IT индустрии но и просто жизни обычного человека этот город комфорт ну это все зависит от человека некоторым людям нравится что больше было городское городское обстоятельство или кому то нравится больше что было как в Силья для меня всегда я был я с Одессы сам поэтому для меня город вот это для Это как столица, здесь цены немножко выше на все, на жилье здесь будет дороже. Но в то же время здесь заработки намного больше у людей. И в партнере, с которой у нас есть, возможности работать, большие компании, они всегда здесь будут. Здесь они начинаются. Поэтому я здесь всегда больше сюда был привязан. Но все-таки как представитель IT-индустрии, ты наверняка знаешь, как она здесь развивается. Вот насколько много здесь офисов крупных компаний? Какие офисы ты знаешь здесь есть? И развита здесь стартап-индустрия или нет? Стартапы очень здесь развиты. Это в основном, даже это начинается, я бы сказал, даже с университета, с колледжев. Есть студенты, которые так и основался в Facebook. Facebook вообще-то основан был, отсюда начинался. Я могу даже показать ресторан, где этот Марк Зекрюберг сидел, потому что его там есть фотография. И сама идея началась отсюда, в Facebook, потому что они так и думают. Вот они хотят здесь открыть сейчас, не знаю, что уже открыли или нет, но контору Facebook хотят еще маленькую открыть здесь офис в Kendall Square. Но здесь есть Microsoft, здесь есть Google, здесь есть очень многие компании, которые также можно здесь найти работу. Ну а стартап-тусовка? Ну вот, понятное дело, что Facebook тоже когда-то был стартапом. Да. Но есть ли здесь какой-то уклон стартапов, вот почему я спрашиваю, потому что я слышала, что, например, вот в Нью-Йорке, да, который, в принципе, соседний город, можно сказать, там больше стартапы, они нацелены на финансовую индустрию, потому что, понятное дело, там все находятся биржи, все вот это, и они как-то стараются около этого держаться. А здесь Бостон славится какими-то наукой, робототехникой, чем еще? Ну то есть есть ли какая-то специализация у стартапов здесь? Я не могу сказать, что есть точная специализация, потому что Бостон здесь все есть. Здесь, как вы говорите, есть наука для роботов, здесь это сильно развито, потому что Бостон, которые делают эти вот роботы, которые очень умные, они отсюда начинались. Также есть фармаси, которая здесь растет, и с этими уже идет Меракл, здесь тоже есть работы для Меракл. Здесь всегда будет стартап, отсюда начинается, потому что здесь опять-таки возвращаемся к школе, здесь самые лучшие школы, и поэтому это студенты в основном начинают стартапы, которые сидят, у них есть общая идея, и они уже оттуда пошли, они уже открывают маленький офис, и давай разрабатывать. Вот это вот они отсюда начинают. Я встречал несколько стартапов здесь в этой эре, и они, конечно, они разные. Кто-то, как вы говорите, клонится больше к финансовому, потому что у нас так же самое, как и в Нью-Йорке, у нас есть просто даже целая область, Financial District в Бостоне, где там большие компании финансовые, и, конечно, им же нужно будет IT свои ребята, и также они будут производить свой софт также. Ты никогда не думал о том, чтобы переехать? Все-таки погода здесь славится. По крайней мере, сегодня нам не очень повезло, поэтому мы не смогли сделать экскурсию такую полноценную, но снег, дождь, и это все меняется часто. Ты не задумываешься о том, чтобы, может быть, переехать в другой штат? Я раньше как-то об этом думал, и у меня со своей работой как раз были часто командировки. Я часто летал в Чикаго, часто летал в Калифорнию, Вашингтон, в других штатах. Я смотрел по-разному, но что меня притягивает к этому штату, Массачусетсу и Бостону, это здесь все очень красиво, потому что, когда начинают весною или осенью, все начинает меняться, цвета меняются, и очень красиво здесь. И мне чисто погода нравится так же, потому что я не знаю других штатов, где можно получить сразу четыре сезона в один день. Просыпаешься, но у нас холодно, потом к обеду у нас тепло, и потом опять холодно. Это вот не для всех, конечно, но для меня оно нравится, и здесь все равно Бостон, уровень жизни будет выше, чем в других штатах, и мне здесь нравится, потому что здесь всегда будет оппортурнализм. Оппортурнализм – это то, что у вас есть возможность найти получше работу и иметь лучшие связи. А сколько должен зарабатывать человек, живущий в Бостоне, чтобы чувствовать себя достаточно свободно? Понятно, мы не говорим о покупке каких-то невероятно дорогих вещей, но вот так, чтобы не сводить концы с концами, жить в приличном районе, чтобы не добираться по три часа до работы, какая зарплата стартовать с какой? Это очень трудно сказать, потому что это все опять-таки будет зависеть, где ты будешь работать, где ты будешь жить. Бостон, он большой, но я могу сказать, что в Бостоне очень многие люди, они даже не живут в Бостоне, они ездят все равно по часу, по полтора часу с Нью-Хемпширо штата, который находится North, и сюда многие приезжают. Здесь я могу сказать, что сегодня, на сегодняшний день, самое минимальное, которое берут на работу, это 65 тысяч в год. И, конечно, это без налогов еще, налоги еще не высчитаны, но если ты уже есть какой-то experience, это где-то от 80 до 120 тысяч долларов, это можно найти работу. Все опять зависит, сколько у тебя уже есть опыта, где ты проработал, и какие у тебя есть связи, и также будет тоже иногда влиять на это. Ты все-таки прекрасно говоришь по-английски, очевидно, да? Шести лет ты здесь, и, возможно, тебе даже проще разговаривать на английском, чем на русском. Но почему-то ты стал смотреть мой канал, и наверняка он не просто так предложился тебе YouTube, значит, ты ищешь какой-то контент на русском языке. Да, почему ты ищешь контент на русском языке в IT-индустрии, когда мои подписчики все мечтают выучить английский язык, потому что вся информация на английском языке, все классные книги на английском. Ну, я могу как сказать, на английском языке вы найдете все учебники, почти, да, конечно, будет легче найти учебник на английском, но что я заметил, это даже когда я учился лет 8-9 назад, что я чисто искал русский контент, потому что русские говорящие люди, они будут выпускать то, что в Америке не будут выпускать. Поэтому даже журнал простой, как Хэкер, он выпускался в России, он в Америке не выпускался, в Америке даже близко такого не найдешь. Поэтому я начал сюда смотреть в поисках в YouTube, в Google, на русском сначала и потом на английском, потому что чисто когда я занимался компьютер-секьюрити, там много чего я находил у русских людей, чем у американцев. И поэтому я так и столкнулся на ваш канал, потому что я набираю часто на русском, и так высветилось мне один раз в субскрипшенах, что есть такой-то канал, я тут уже начал смотреть, ага, оказывается, есть программисты, которые с России переехали сюда, они работают, мне стало интересно, чем они там занимаются, как они проживают там, и поэтому я начал смотреть канал. Интересно, спасибо. Не за что. Спасибо тебе за интервью, за экскурсию по Гарварду, и за то, что вообще откликнулся на мою просьбу и стал таким проводником нашим в Бостон, более того, ты здесь все-таки живешь и фактически взрослел в этом штате. На этом все, спасибо, что досмотрели этот выпуск, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!